Собственно говоря, у нас только есть три варианта. Первый, что психопатический и стареющий диктатор совсем уже, как говорится, утратил чувство реальности и готов принести в жертву экономическое, да и политическое благополучие своей страны. Хотя, казалось бы, еще полтора года назад, да год назад, когда Виктор Орбан приезжал в Минск, ничего не предвещало. И более того, еще весной 2020 года Александр Григорьевич был чуть ли не в одном шаге от того, чтобы стать, если и не членом семьи европейских народов, то, по крайней мере, реализовалась бы его мечта. Нечто вроде Швейцарии и Восточной Европы, с которой он носился столько времени, потому что Белоруссия была, ну да, конечно, авторитарной, но, в общем, уже умеренно авторитарной. И буквально за лето 2020 года на фоне этих выборов со всеми этими фортеплясами и дикими избиениями все пришло вот к тому результату, который мы видим сейчас. Когда самолеты не летают над Белоруссией, когда, более того, Минск, который был крайне удобным хабом для переезда, там, вот, допустим, в Тбилиси можно было полететь, там, или в какие-то другие города, в Барселону, да, можно было доехать до Минска, оттуда полететь, он тоже утратил вот это качество. Более того, теперь даже в Россию самолеты не летают на территории Белоруссии. Там Air France, по-моему, отменил рейс. Сегодня я читал, и они не хотят в облет, как говорится, еще не договорились. На территории Белоруссии лететь не будут. Вот стоил арест, даже самого одиозного на свете Протасевича, вот, со всеми возможными гипотезами вот такого результата для страны? Равно это чаще всего? Ну, дождите, тут надо разобраться. Нам же говорят, что Протасевич, он вообще про него не говорят. Нам говорят про то, что бомба была. Какая бомба? О чем речь? Мы уже точно знаем, что мейл пришел позже, чем самолет повернул, да? Что сначала самолет повернул, а потом мейл пришел. Правильно я излагаю? Про то мейл, то есть тот сервис, который отправлял, говорит именно так. Да, 24 минуты. То есть понятно, что никакой Хамас ничего такого не посылал, да? Это вообще постыдно, совершенно спектакль чудовищный, который нам показали. А как вы думаете, почему, я хотел именно у вас спросить, потому что вы разбираетесь в вопросе, почему именно Хамас они приклеили? Чтобы заручиться поддержкой Израиля и еврейского лобби. Тут даже у меня двух мнений быть не может. Вдруг вот сейчас мы скажем Хамас, и Израиль скажет, да, вот я поддерживаю, правильно Лукашенко сделал, там и так далее. Ну, как известно, евреи умный народ, и не ведутся на такие дешевые трюки. Итак, первый вариант – это личная психопатия. Я лично не исключаю его, но мне он кажется наименее вероятным, поскольку я думаю, что, конечно, Александр Вилович находится в ситуации серьезного стресса. Мы не забудем эти его полеты в бронежилете с автоматами, без рожков, да, с сыном вместе. Это, конечно, все как бы выстраивается в один ряд. Второй вариант – что это Москва. Это вариант, который сразу вот приходит в голову. Москва как бы добивает Лукашенко как главу суверенного государства, а Беларусь постепенно подминается Москвой, потому что во все более глупом виде представляется белорусский режим, и во все более таком комичном виде он представляется такой серьезной помехой, который мешает отношениям России и Западной Европы, мешает отношениям Германии и России, например. И поэтому, собственно говоря, Москва прибирает к рукам Беларусь. То есть там находятся и стратегические военные объекты, там находятся и атомные электростанции, которые построены Россией фактически, там находится стратегический газопровод, там находится много чего, что путем подталкивания Лукашенко к такого рода поступкам, которые он, может быть, на самом деле узнал только постфактум. Может, ему сказали, а вот мы Протасевича арестовали, когда уже его арестовали. Он, наверное, сказал, ах, хорошо, там, а потом уже стал вникать в детали. Вроде бы он лично истребитель в воздух распорядился поднять, разве нет? Мы не знаем. Ну, кто это сказал? Это же не летчик истребителя сказал. Это наши домыслы, по большому счету. Я распорядился поднять истребитель, потому что была угроза АЭС. То есть самолет уже заходил на Вильнюс. Как я понимаю, до Вильнюса было расстояние меньше на Глиссаду, да, на посадку. Но вместо этого он поворачивает... Это тоже вопрос к этой Риэн-Эйр, кстати. А почему было принято такое решение? Командир корабля на борту является абсолютно сувереном. Он фактически является полномочным представителем того государства, которому принадлежит эта авиакомпания. И вот как принималось решение? Хотелось бы услышать, конечно, более развернутый комментарий этого командира воздушного судна. Почему он принял решение полететь именно в Минск? Он мог абсолютно спокойно, ему оставалось до литовско-белорусской границы лететь несколько минут, все-таки долететь до Вильнюса, приземлиться там на боковую полосу, если мина. Ну, подъехали бы, наверное, там какие-то саперы, проверили бы всех там и так далее. Он принимает решение лететь в Минск. И тут мы переходим к третьей версии. Вторая версия, что вот какие-то силы в окружении Лукашенко действует полностью по сценарию Москвы, представляя его таким страшным анфантрибль политическим, таким как бы непредсказуемым совершенно человеком, из-за которого возникает угроза гражданским авиаперевозкам. Потому что фактически это так. Теперь любой самолет можно посадить на землю. Третий вариант, который я давно слышал и который я обсуждал, и, кстати, который я сразу же и моя первая версия была, много лет мы это обсуждаем, что несмотря на всю экстравагантность, патриотичность и евразийскость, вот такое поведение Лукашенко очень сильно вредит сближению Европейского Союза с Российской Федерацией. Потому что между Российской Федерацией и Германией, допустим, Европейским Союзом, Польшей, находится вот такая вот Беларусь, за которую Россия постоянно несет ответственность, потому что это союзное государство, потому что это ОДКБ, и которая, как говорится, совершает поступки в лице своего лидера, которые шокируют пространство Европейского Союза, его народы и его страны. Можно сколько угодно кричать, что там звериный капитализм и тоталитаризм, но это не так. Мы знаем, что Европейский Союз, это, да, конечно, это не собрание стран социалистических, но это вполне страны, многие из них с социальной экономикой, гораздо более социальной, чем та же самая Беларусь, или уж гораздо более социальной, чем Российская Федерация. Страны демократические, где есть конкурентная борьба политических партий, нравится или не нравятся там эти партии. Страны, в которых желтые жилеты и не запрещают, и не бросают в тюрьмы за участие в желтых жилетах, да, а там, в общем, бывают и беспорядки, но в целом нет массового преследования людей из-за накомыслия, как это происходит в России и в Беларуси. И вот, Лукашенко, кому выгодно не допустить вот этой смычки нормальной кооперации между Европой и Россией? Ответ. Только одной стране на земле. США. США много лет делают все, чтобы Российская Федерация не превратилась в сырьевой и энергетический предаток Европейского Союза, что позволит Европейскому Союзу во главе с Германией, прежде всего, и, может быть, с Францией в какой-то мере, эмансипироваться от евроатлантического экономического партнерства. Поэтому третья версия, все, что делает Лукашенко, он делает, понимая, что он выгоден американцам именно в том виде, в каком он там существует, между Европейским Союзом и Россией, который, а, компрометирует российскую политику, б, сдвигает российское политическое мнение и политическое общественное поле России сильно, условно говоря, в сторону какого-то непонятного, дикого такого авторитаризма. Я уверен, что в России не едино в этом подходе. Мы видим, что по отношению к Белоруссии есть партия, ну, скажем так, мира и партия войны. Партия войны всячески потакает Лукашенко и провоцирует подобного рода эскапады. Вот, в частности, перед встречей президента Путина с президентом Соединенных Штатов Америки, которая 16 июня анонсирована, понятно, что то, что сделал белорусский президент, там будет обсуждаться. Дальше вопрос, либо Путин условно принесет условно горло Лукашенко Байдену, а, другой стороны, зачем Байдену делать так, чтобы Беларусь, которая сейчас играет свою роль, то есть не позволяет сблизиться, создать единую экономическую систему России и Европы, была ликвидирована. Американцам, наоборот, выгодно поддерживать Лукашенко, чтобы он как можно дольше сидел и как можно дольше никто ничего с ним не мог поделать. Поэтому у меня есть три версии. Первая, это личная психопатия. Второе, это, условно говоря, Россия таким образом дискорритирует его перед Западом, чтобы полностью подчинить себе и захватить просто с помощью такой гибридной политической войны Беларусь. Третье, что Лукашенко находится под покровительством США, которые заинтересованы в нем, как в некотором факторе, дестабилизация отношений российско-европейских. То есть в любом случае вы не видите Владимира Путина или Кремль за тем, что произошло в качестве инициаторов? Потому что... А, ну, вторая версия. Вторая версия, она к этому. Что многие вещи от, допустим, Витя Бабарико, кандидат Кремля, Тихановский, тоже кандидат был в Россию, понимаете? Много чего было такого. А они перевалочный пункт использовали Минск как перевалочный пункт? Да ничего это не выяснилось. Это такая версия, которой, на самом деле, никакого не было перевалочного пункта, поскольку у них были билеты только до Стамбула, а из Стамбула были только обратные билеты во Внуково. А из Стамбула вообще у них не было билетов. Дальше они никуда не должны были лететь. Турецкая страна же опубликовала эти полетные квитанции. Ну да, и, насколько я помню, там как раз вспоминали же эту историю в связи с тем, что произошло сейчас, что их планировали посадить в Киеве. Несколько разных сил, несколько разных партий в России имеют разные сценарии относительно Белоруссии. Есть те, кто это все подогревает. И они могут показаться патриотами, Но, на самом деле, они играют именно на том, чтобы не допустить сближения России с европейским пространством, не допустить этот проект «Единая Европа» от Атлантики до Урала, например. Великогорел Путин в 2013 году вместе с Меркли встречаясь от фронтузского Бреста до Магадана. Вот Путин так Европу анонсировал. Понятно, что сейчас об этом даже речи не идет после Украины и Белоруссии. Вы так говорите. Как будто Россия вот очень хочет прям стремиться к интеграции с Европой. Какая-то часть российской элиты, безусловно, стремится к интеграции с Европой. Отрицать это просто не может. Одну из последних новостей. Три немецких НКО признали нежелательными на территории России. Эти организации, в частности, занимались просвидетельской деятельностью, выступали против репрессий, обращали внимание на проблему климата. Это как раз Германия, которая отстаивает Северный поток-2. Те, кто получал гранты у абсолютно левого фонда Розы Люксембург, который связан с партией Линкен, левые, которые часто поддерживают позиции России, признанные иноагентами в России. Поэтому здесь нет логики. Но здесь нет просто вы... Мы часто полагаем, что Кремль един в этом политических подходах. Это ошибка. Несколько разных групп в российском эстеблишменте имеют разные сценарии. Кто-то имеет сценарий интеграции с Европейским Союзом. И мы слышали неоднократно из уст разных людей. Константина Косачева, например, что надо интегрироваться. Да Путин об этом говорил. А кто-то имеет сценарий конфронтации. Не потому, что он, условно, патриот-евразиец. Это все болтовня. Бла-бла-бла. А потому, что, может быть, не с Европой, а с США. Альтернативы для интеграции с Европой не так уж много. Это как бы оставаться внутри себя. Но это бесперспективно. Я понимаю, я понимаю, там... Должны быть какие-то пути интеграции в мировой рынок. До 2014-го... В мировой рынок можно интегрироваться либо через ЕС, либо через США, либо через диаспорт. Я понимаю, до 2014-го года можно было себе представить Путина как апологета интеграции. Но сейчас и год от года, мне кажется, все хуже и хуже. Вы как-то оптимистично смотрите. Путин не апологет. Он кремлевский мечтатель об интеграции. Их главная цель правящей группировки любой ценой легитимизироваться в мировом эстеблишменте. Для этого, еще раз говорю, есть два пути. Первый это через интеграцию с Европейским Союзом. Второй это через... Ну, три пути. Второй это через интеграцию, через признание британскими элитами аристократическими. Отсюда все эти проекты с Майклом Кенским. И все эти монархическая, вся эта хрень, которая у нас, значит, тут звучит и звучала. Все эти великие княгини, которые там ездили в Левадию и со слезами на глазах обозревали все, что им якобы принадлежало. А по сути было этими год-топ-гольштейнами под названием Романовыми украдено у русского народа. И третий вариант это как бы присяга США. Вот у вас есть только три варианта у них. Но бабки можно переводить, еще раз говорю, через еврейские, через армянские диаспоральные структуры. Но это не потому, что евреи и армяне плохие. Просто они создали систему международного как бы диаспорального финансового оборота. Вот и вся конструкция всего того, что тут называется политика внешняя. Это цель их внешней политики. Легитимизация. Еще один слушательский вопрос. Европейский вариант это наиболее цивилизованный вариант. Потому что в Европу легитимизируется, все-таки принимая европейские принципы. Ну какие-то права, правовое государство, социальное государство. Но это, конечно, неизбежно приведет к тому, что в России надо тоже эти принципы применять. А это поставит под сомнение, под вопрос, под угрозу, криминально нажитое значительным числом правящих кланов, собственность имущества. Откуда у вас все это? А почему вы эти контракты получаете? А тендеры у вас откуда? В Европе такие вопросы можно в парламенте задавать. У нас парламент, как известно, не место для дискуссии. У нас парламент все с Навальным борется, который сам борется с тюремным режимом уже давно. Еще один слушательский вопрос, но чуть позже. Подумал, что стоит обсудить. Вот вы все говорите, там Кремль, не одна родина, не одна родина. Но в конце концов, рейсы из Европы, которые в обход Белоруссии летят, это что, тоже самодеятельность Минтранса? Вы что имеете в виду, Саш, я про что-то пропустил? Смотрите, не пускают рейсы из Франции и Австрии, в частности, которые стали летать в обход Белоруссии. Им не согласовывают новые маршруты. Ну, здесь надо, ну, во-первых, я не знаю, там, наверное, есть какие-то протоколы тоже, это надо согласовывать, же новые пролетные квитанции, маршруты. Я не знаю просто, как это делается. Наверное, у ИКАУ есть какие-то протоколы. Но, конечно, здесь и политическое тоже лицо. Ну, правда, как бы надо и сохранить хоть какую-то плохую мину, хорошую мину даже при этой плохой игре, понимаешь? Мол, мы все равно вот настаиваем на своем. А по сути, они загоняются все дальше и дальше в тупик. В тупик, который, я думаю, что 16 июня Байден просто явит Путину определенный ультиматум, это будет сделано вежливо. Если есть иллюзия, что американцев можно успокоить сдачей Лукашенко, я думаю, что эта иллюзия крайне опасна. А американцы, как раз, слушательский вопрос... Отставка Лукашенко, еще раз подчеркну. Слушательский вопрос об этом. Вы предположили, что на встрече Путина с Байденом Лукашенко сдадут. Но есть ли козырь у хитрого и матерого Лукашенко? Козырь это то, что он нужен американцам для того, чтобы не допустить интеграции России с Европейским Союзом. Экономической интеграции и, как говорится, цивилизационной, если угодно. От того же самого слушателя вопрос, возможно, странный вопрос, но может ли Европа за себя постоять? То есть санкции это предел, а дальше, как выразился Макрон, только война? Ну, я не знаю, что там Макрон, с кем он там воюет. Он пусть сначала разберется на улицах Парижа с теми, кто требует его отставки. Я думаю, что Европейского Союза ситуация непростая, потому что Европа в целом пространство навоевавшееся, мирное. Оно не грезит ни реваншами, ни призраками новых войн. Поэтому я думаю, что и Европа современная, и война – это две вещи несовместимые. Они будут забирать, как они забирали в начале 90-х, то, что плохо лежит, или то, что слабо, или то, что можно забрать, как они забрали Югославию с помощью войны, которую они разожгли в Югославии, а потом вмешались в нее. Но сейчас я не думаю, что Европа готова идти на какую-то войну. Но вы знаете, блокада воздушного пространства, блокада экономического пространства, блокада в конце концов, а вдруг в Калининград перестанут пускать поезда. А как вы тогда будете в Калининград туда доставлять продукты? Калининград что, станет осажденной крепостью, что ли? Ну, в общем, у них ресурсы достаточно серьезные есть для того, чтобы показать давление, в первую очередь, на Москву. То есть через Лукашенко, по-вашему, на Москву оказывается давление? Ну, американцы оказывают давление на всех. На все это пространство, через конфликт в Украине был разожжен при активном участии американского истеблишмента. Американские высшие политические руководители ходили там по Майдану и поддерживали. И я у вас уверяю, что и конфликт вокруг Беларуси тоже выгоден только им. Я просто смотрю, кому это выгоден. Подожди, подожди секунду. Мне казалось, что конфликт... Ну, Саш, мы уже идем по третьему кругу. Мне казалось, что конфликт... Есть три варианта. Психопатия. Да-да, я понимаю. Война со стороны России. Третий вариант – это как бы фактор постоянной дестабилизации Восточной Европы, которую американцы там держат. Вот три варианта. Все эти элиты давно уже стоят поверх наций, поверх народов, поверх государств и решают свои вопросы, не интересуясь судьбой народов, которые им оказались подвластны по воле судеб. Ну, народ-то, собственно, и отодвинул Януковича в свое время. Или это американцы отодвинули? Януковича отодвинули, напомню, было соглашение подписано Януковичем, Тягнебоком, Яценюком и Кличком. Да, минутку у нас осталось. Да, сверителем которого и гарантами которого были послы европейских государств. Это соглашение предполагало мирный уход Януковича. Кто спровоцировал военный уход Януковича? Ответ на этот вопрос мы до сих пор не получили. По этому соглашению Янукович должен был в ноябре 2014 года безо всякой гражданской войны, потери Крыма и распада Украины оставить власть. Кто спровоцировал, кто спровоцировал срыв этого соглашения и перевода всей ситуации в Крыму? Я думаю, ответ на этот вопрос мы до сих пор не получили. Но, очевидно, были заинтересанты и в Москве, и в Вашингтоне. Я почти уверен, что это... А что, Максим Леонардович, встреча в Сочи, она что-нибудь имеет? Имеет какое-нибудь значение? Встреча между кем? Ну, Путина, Лукашенко и Путина. Завтра. Завтра они встречаются. Нет, ну так сверят повестку просто. Я думаю, не имеют уже. Нет, это просто в преддверии, как говорится, встречи с Байденом. Это же главная встреча. Россия не... Россия бессильно справится с Лукашенко. Ничего не борется. Но я вам говорю, я не знаю ответа точно. Вот у меня есть три версии. Первая версия, я считаю, наименее реальная. Личная психопатия. Потому что, если бы эта личная психопатия не подкреплялась бы политическими разного рода институтами и союзническими действиями с разных сторон, то давно бы она привела уже к его катастрофе личной. Но поэтому два варианта. Либо это со стороны России идет захват Беларуси, суверенитет Беларуси, либо это американцы просто поддерживают Беларусь как фактор дестабилизации этого пространства. – Окей, посмотрим, что там завтра они решают. Ещё из новостей... Сейчас я скажу про Януковича после того, как выйдем на новости. А из белорусских новостей, значит, есть ещё одна. Это то, что Беларусь призывает Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления в России. То есть, как будто было прервано сообщение между Россией и Белоруссией. – Нет, просто Белави имеется в виду, чтобы Белавию пустить на внутренние рейсы, очевидно, внутри России. – Может быть, не знаю. – И чтобы её как бы заместить, потерянные ей контракты в Европе, Белави возил нас там из Москвы в Петербург или из Москвы в Иркутск, например. – Пока об этом ничего не сказано, только... – То есть, допустим, сейчас это можно понимать, но да, это второй вариант – гибридный захват. То есть, потеря активов в Белави, понятно, что Белави сейчас банкрот. А Аэрофлот, допустим, может по дешёвке забрать за гроши Белави, просто забрать и сделать вид, что это по-прежнему Белави, а по сути это уже будет собственность Аэрофлота или ещё кого-либо там. – Да. – Сейчас, я думаю, вообще белорусские активы можно за бесценок будут забирать. – Я обещал, значит, рассказать, что там с Януковичем нового. Украина будет вновь требовать экстрадиции, экс-президент страны Виктора Януковича из России, несмотря на то, что ранее на это уже был получен отказ. Об этом заявил глава ведомства, ну, глава, видимо, прокуратуры Ирина Венедиктова в интервью телеканалу «Украина-24». – Ну, я так понимаю, что в этом плане ничего не грозит, и это, видимо, какой-то просто, значит, такой пиарный, видимо, пиарный ход со стороны. – Ну да, это просто обострение ситуации общая, подогрев общей конфликтной такой, как бы, атмосферы. – Это связано с предстоящей встречей Владимира Путина и Владимира Зелёна? – Конечно, конечно, разумеется. И это связано с предстоящей встречей Владимира Путина и Джо Байдена. Гораздо больше. – А всё остальное – это подготовка к этой главной встрече. – А тем временем мы можем вернуться к новостям из Беларуси. Тут премьер Беларуси сказал, что санкции ЕС против Минска призваны обрушить экономику и помочь новым попыткам переворота. Он сейчас выступает, и у него несколько высказываний уже есть. Вот это одно из них. – Значит, соответственно, я вот что хотел вас спросить ещё, Максим Леонидович. Мне казалось, что когда вот в середине прошлого года, к концу прошлого года, когда были протесты, вы весьма активно поддерживали Александра Лукашенко. А сейчас как-то не очень. – Вы заблуждаетесь. Я не поддерживал никогда избиение людей. Я поддерживал те социальные реформы, которые были проведены Лукашенко в начале 2000-х годов, и результат которых наглядно виден при пересечении границы России и Беларуси. – А вы говорите про реформы и результаты, которые видены. А разве не общее место, что Лукашенко живёт за российский счёт? – Это не так. Лукашенко не жил за... Что значит, Лукашенко живёт за российский счёт – это бессмысленное выражение. Нет никакого, во-первых, российского счёта, поскольку газ, украденный у российского народа и продаваемый на Запад, мы не видим никаких результатов этих продаж. Контракты, мы видим бесконечные башни Охта-центра и ещё вторую башню «Газпрома». У нас негазифицировано совершенно огромное количество городов, сёл, негазифицировано целое пространство в нашей стране. Города сибирские, такие как Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Иркутск, утопают в угольной пыли просто зимой в угольном таком чаду. Они отапливаются не газом, а отапливаются углём. Поэтому не за счёт России, это нельзя сказать, Лукашенко возможно поддерживает какие-то олигархические группировки в России, но чисто формально эти группировки во власти маркируются как Россия. На самом деле они давно уже являются транснациональными по сути группировками и интересов России не представляют. Лукашенко многое сделал внутри Беларуси, на самом деле, прежде всего в агрокомплексе, в сельском хозяйстве, чтобы агродостижения Беларуси реально были настоящими. Он попытался построить атомную электростанцию и впустил её в дело, чтобы сделать Беларусь энергетически независимой во многом. Принцип Беларусь при масштабах Беларуси могла бы и сама себя обеспечивать. Там вполне развитая экономика по европейским меркам. Она не менее развитая, чем в Чехии, допустим, или в Словакии, поверьте. Но просто Чехия, Словакия, вы же не ставите им в упрёк, что они живут за счёт Брюсселя. Все небольшие страны в современном мире, чтобы достигать уровня определённого экономического состояния, получают какие-то займы, кредиты или помощь в Европе. Это помощь Европейского Союза. Очевидно, что в России это могла бы быть помощь Российской Федерации. Но на самом деле у нас Российская Федерация представлена конкретными персоналями конкретных олигархов или каких-то там группировок. А это не целостная государственная политика. Я ничего такого не вижу, что какое-то небольшое государство пользуется какими-то преференциями у своего старшего, более мощного союзника. Вы небольшим европейским странам это в упрёк не ставите. Ещё не так давно Европейский Союз датировал 70% сельскохозяйственного производства на территории Европейского Союза. 70%. Это было в 2004 году. Дотация Европейского банка развития выделялась на поддержку сельского хозяйства. Потому что просто без этой поддержки оно бы всё исчезло, гикнулось, разорилось бы. Было бы неэффективным. Поэтому мне странно эта демагогия. Ну так же и строительство АЭС, о котором вы упомянули, это не... Ну это очень жёсткий контракт, по которому Беларусь должна выплачивать очень большие деньги. Там очень жёсткая система выплат по кредиту. Поэтому это совсем не гуманитарная помощь, поверьте. Там сумма в 10 миллиардов. Это, в общем, очень... Ну я не знаю. Я в этом не разбираюсь. Может, вы специалист в атомной энергетике? Нет, я тоже не знаю. Википедия, в общем, доступна. Да, вы знаете, вы знаете. Да, Википедия доступна. И там сказано, что там очень жёсткие сроки выплат. Если вот Беларусь опаздывает с выплатой, то там пеня большая начисляется. Ну и так далее, и так далее. Да, это потому, что Россия в своё время высказала сомнения в том, что Беларусь может обслуживать этот долг по кредиту, который она запросила. То есть ни о какой, ни о какой жизни за наш счёт речи не идёт. Хотел помимо Беларуси обсудить ещё одну историю. За нас с вами счёт живёт наша власть. И их, как говорят, члены их семей. А уж точно не Беларусь. Уж точно не Беларусь виновна в разорении российских сёл, деревень, городов малых, уничтожении естественных традиционных форм хозяйственной и экономической жизни по всей территории России. Уж точно не Беларусь виновна в том, допустим, что 24 мая было подписано решение о прекращении полёта самолётов малой авиации в отдалённые города Сибири и Дальнего Востока. Что фактически отрезает вот эти города от центра, ну как бы от жизни. Люди должны там уезжать. А оттуда они должны будут умереть. Все должны быть согнаны в эти большие агломерации, которые нам с занудным упорством презентуют Кудрин и разные другие, как говорится, проектировщики будущего нашей страны. Ну типа Москва, Саш, в которой мы с вами живём, должна быть там 45-50 миллионов человек. Вот они на это планируют. Как бы вывести население нашей страны. Такая у нас должна быть страна. Всё остальное должно быть заполнено лесами, принадлежащими каким-то семьям, полями и всё такое прочее. Чтобы никто не жил на земле и не претендовал, не задавал вопросов о том, почему вырубаются леса, вывозятся в Китай, почему там запахиваются или как-то зарастают земли, почему добываются нефть и газ таким образом, почему добывается рыба на Дальнем Востоке таким диким, варварским способом, как сейчас. Люди должны быть согнаны в города, а в городах живут Люмпины в основном, которые погружены в свои психологические, социальные проблемы, в отношения с кредитными организациями, в маленькие зарплаты, в развлечения бесконечные. И, собственно говоря, городское население в меньшей степени задаёт вопросы об эксплуатации богатств страны, потому что оно меньше с ними связано, с этими богатствами. Такая цель поставлена для России. В отличие от той же Европы, где датируется проживание людей в малых городах, во Франции, в Италии, в Германии, где людей не сгоняют в большие города, где Париж держит на уровне примерно двух миллионов населения, где население Франции в Париж как бы не съезжается, чтобы там жить, где в маленькие городки и сёла там проводят интернет, дороги строят, местное самоуправление развитое. В России всё наоборот. Эта территория предназначена для хорошей, крепкой, стабильной колониальной эксплуатации с такими как бы психоэмоционально-социальными подачками городскому населению, в которые хотят превратить выжившую часть оставшегося населения страны. Поэтому мы сокращаемся. Минус 660 тысяч в 2020 году и каждый год будет убывать население, естественно. В городах население вообще не растёт. Это просто в городах люди меньше рождаются, чем населие. Вот такие вот перспективы. Я просто ожидал, когда вы закончите, а то, может быть, ещё какая-нибудь мысль вас нагонит, пока я буду задавать вопрос. Хотел ещё спросить про освобождение Платушкина. Вы, по-моему, не успели ещё нас откомментировать. В прошлом особо мнение, это просто позже случилось. Ну, как освобождение. В том смысле, что уголовное наказание было условным. А потом, после этого, так сказать, то, что я и хотел спросить. Это его интервью «Rush Today», и которое, так сказать, на многих из тех либералов, которые, значит, называли политическим преследованием Платошкина, и там всячески его отстаивали, вот оно произвело такое гнетущее впечатление. Потому что и фургал-бандит, и, значит, Навальный пустышка, ну и Путин, в общем, ничего такого особенно плохого. Ну, так я квинтэссенцию некоторую из этого. Вы заблуждаете, Саша. Вы, очевидно, плохо услышали фразу «фургал-бандит» произнёс Красовский. Тот же самый человек, который призывал топить петербуржцев в мойке. Платошкин не называл фургал-бандит, он не сказал ничего нового по отношению к тому, что он говорил в ходе избирательной кампании, когда был в Хабаровском крае, противостоял фургалу. Он не любит фургала, и он совершенно как бы не обязан ни перед кем заискивать. С другой стороны, поэтому все претензии по фургал-бандит к Красовскому. Почему это приписывается Платошкин, у меня совершенно непонятно. Я внимательно пять раз прослушал этот кусок. Там нет любви к фургалу, там есть явная мысль, что суд разберётся. Хотя... Суд разобрался с Платошкиным, мы видели как. Слушайте, секунду, Саша. Я, во-первых, давай так. Ни одного либерала на процессе Платошкина я никогда в жизни не видел. Там приходили левые, там приходили депутаты, значит, Елена Шувалова была, там были депутаты КПРФ, Мосгурдумы, Государственной Думы, там был я, там был Андрей Караулов. Я не видел там ни одного либерального активиста. У суда Платошкина ждали в основном представители левых движений. Никаких таких либералов, которые сейчас становятся в позу моральных судей по отношению к Платошкину, там не было. Почему Платошкин должен кем-то забыл угадывать, что либералы его, оказывается, поддерживают. Хотя эта поддержка никак не выражалась буквально. Возможно, слово «социализм» для либералов является чем-то страшным и жутким. Вот на меня, например, я человек левых взглядов. Я поддерживаю, я говорю свободу Алексею Навальному. Я говорю, долой не справедливый приговор Николая Платошкина. Давайте справедливый суд в Хабаровске над Сергеем Фургалом. Давайте уж, если мы либералы, то мы будем либералы для всех. И третий момент. Платошкин Путина не хвалил. Он сказал, что Путин умный и опытный политик. И это правда. Я критикую Путина, наконец, в оппозиции к нему говорю, это опытный и умный политик. И что теперь?